Циркариоз, он же зуд купальщиков, он же утиный клещ, дерматит, проявляющийся сыпью по телу. Получить розовые пятна можно преимущественно во время купания. Подобная ситуация случилась и с семьей Николая Новожилова. У меня у ребенка после купания на карьерах по телу пошли красные пятнышки, похожие на укусы насекомых каких-то. Мы отвели его к педиатру, как врач сказала, что вероятнее всего это укусы насекомых именно. Но поскольку пятна пошли по всему телу, и на солнце при купании не так много было там насекомых и комаров, поэтому я предполагаю, что это были скорее всего какие-то паразиты, которые могли быть в воде. Циркариоз возникает при поражении кожи плавающими личинками паразитов. Размножаются они активно в теплой стоячей воде. Однако это не единственное заболевание, которое можно получить, купаясь в озерах. Прежде всего это энтеровирусы, это прежде всего кишечные вирусы и другие вирусные инфекции. Каждая вирусная инфекция опасна прежде всего интоксикационным синдромом. И в зависимости от уровня поражения это температура и какие-то другие симптомы. То есть, например, кожное высыпание, это может быть кишечное проявление, это может быть поражение со стороны верхних дыхательных путей, кашель, насморк. И поражение, конечно, слизистых, это глаза и другие проявления. Врачи предупреждают, самолечением лучше не заниматься. И если почувствовали недомогание, стоит обратиться к доктору. И прежде всего воду не глотать. После купания в водоеме принять душ. Отдыхающие уже на пляже больше концентрируют свое внимание на приятных моментах. А не боитесь в воде купаться? Говорят, стоячие, из-за того, что на улице 30 с лишним градусов, там могут быть бактерии. Да, нет, про это-то, наверное, вообще никто не думает. Думают, чтобы охолодиться только в воде. Все, искупались, позагорали и довольны. Искупалась, позагорала и довольна, да. Безопасно ли купаться в озерах и карьерах Ярославской области, нам пообещали ответить завтра в Роспотребнадзоре. И предоставить данные о состоянии воды. Прохладная водичка так и манит, так и нутся. В ближайшую неделю температура в 30 с лишним градусов останется с нами. А это значит, что пляжи Ярославской области будут все так же многочисленными. Но и, к сожалению, возможные вирусные водные заболевания тоже останутся с нами. И здесь важно понимать, что ответственность за свое здоровье в первую очередь человек берет на себя. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День в событиях.